Выпуск суперкара Ford GT продлится до 2022 года, а весь тираж фактически распродан. Однако инженеры продолжают улучшать машину. Битурбомотор серии EcoBoost получил новые поршни, катушки зажигания и программу управления. В системе охлаждения появились увеличенные интеркулеры и воздухозаборники, а выхлопная система теперь титановая. Мощность двигателя выросла, а сама машина стала легче. Кроме того, у суперкара изменены настройки подвески и добавлены два новых стайлинг-пакета. Исполнение Liquid Carbon — это некрашенный углепластиковый кузов, покрытый прозрачным лаком. А новая вариация колеровки Golf Racing теперь соответствует гоночным Ford GT40, которые выступали в Лимане в 1968 и 1969 годах. С текущего момента заказчикам начнут поступать уже модернизированные суперкары. Рено Трайбер — это дешевый однообъемник для рынка Индии. Его презентовали еще летом, во время специального мероприятия, а сейчас на автосалоне в Дели представили версию с роботом. В основе семиместного компакт-вена лежит усиленная платформа от маленького хэтчбека Рено Квит. Впрочем, и Трайблер совсем невелик. От носа до хвоста меньше 4 метров, чтобы пользоваться налоговыми льготами. Под капотом установлен трехцилиндровый атмосферный моторчик объемом ровно 1 литр. Сначала была доступна только пятиступенчатая механика, а сейчас появилась ее роботизированная версия. В Индии трехрядное Рено адресован небогатым многодетным семьям. В будущем машинку обещают отправлять и на экспорт.